Рад приветствовать всех стремящихся к познанию. С вами Вова Ломов и теплица социальных технологий. Завтра наступило стремительно, чем старше человек становится, тем стремительнее наступает завтра. Итак, у нас установлена лейка, она настроена на работу с юридическим лицом и нам нужно выбрать платежную систему. В принципе все системы, которые здесь есть, вполне работоспособны и обрабатывают основные виды платежей. Как я уже говорил, разнятся они по большому счету только размером комиссии и если у вас нет счета ни у одного оператора, то по размеру комиссии их собственно и можно выбирать. Но еще потому есть ли возможность осуществления рекуррентных платежей, то есть платежей, которые будут ежемесячно автоматически списываться у жертвователя с карточки. Рекуррентные платежи это очень важно. Они позволяют хотя бы приблизительно планировать деятельность организации, если у нее нет постоянного финансирования. И поэтому 99% благотворительных организаций НКО я советую выбирать систему с потенциальной возможностью сбора регулярных пожертвований, даже если вы не планируете их собирать в ближайшее время. Ну и вторая предпосылка для выбора той или иной платежной системы – наличие в ней уже действующего аккаунта. То есть если вы в ней уже зарегистрированы, то логично выбрать ее. Хотя аккаунт настроить недолго, если система проигрывает в конкурентной борьбе, можно ее и поменять. А можно настроить несколько параллельно. Я покажу, как подключить платежную систему к клейке на примере Яндекс Кассы. Это не реклама, ни к чему не призываю. Просто, во-первых, у Теплицы есть тестовый аккаунт в Яндекс Кассе и я смогу показать, как подключить уже действующий аккаунт к клейке. А во-вторых, тут как и в Cloud Payments есть пошаговая установка. А значит мне не придется проходить все этапы подключения к Яндекс Кассе. А достаточно сказать, что тут есть около 20 простых и очень подробно описанных шагов, пройдя которые вы заведете действующий аккаунт в Яндекс Кассе и подключите его к клейке. Например, вот. Вам нужно внести сюда свой ИНН. Это первый шаг. Имейте в виду, что он привяжет личный кабинет кассы к аккаунту, в котором вы в данный момент авторизованы в Яндекс. И если это ваш личный аккаунт, я бы советовал завести какой-нибудь корпоративный и привязать кассу к нему на случай ухода или иных непредвиденных обстоятельств. Причем, если вы указали корректную информацию при регистрации лейки, а указывать нужно, естественно, корректную информацию, то вам даже и вбивать-то ничего не придется. А мастер сам будет говорить, какие данные в какие графы нужно вставлять. А вот, например, ИНН, который он не опознает, потому что я, наоборот, вбил совершенно некорректную информацию. У вас он перейдет к следующему шагу, а мастер подскажет, что скопировать и куда вставить. Внимательно читайте инструкцию и действуйте строго по ней. Все-таки люди старались, писали. И вот на предпоследнем шаге мы подходим к тому же, с чего начинается настройка платежной системы, если у вас уже есть аккаунт в Яндекс.Кассе. Кстати, если он есть, то вам нужно выйти из пошаговой установки с помощью вот этой кнопки. И все, что вам понадобится для интеграции леки с Яндекс.Кассой – это Shop ID и секретный ключ API. Сейчас я покажу, где их взять, поскольку в пошаговой установке мы тоже подошли к моменту, когда их нужно вставлять. Итак, я не знаю точно, где вы будете находиться в момент, когда подойдете к вставке, поэтому покажу просто из аккаунта Яндекс.Денег. Вам нужен сбор денег и касса для бизнеса. Тут вход и, собственно, вот оно – это Shop ID. Вставляем сюда. А здесь в настройках есть ключи API. Вам нужен вот этот. Все, продолжите сохранить и нужно провести условно-реальное пожертвование, то есть проверить работает ли система и, к сожалению, одним рублем придется пожертвовать, поскольку без этого вы не закончите установку. Здесь нужно ввести данные реальной кредитки, из которой у вас спишется 1 рубль для проверки. Я вставлю не совсем реально, это тестовый магазин, и Яндекс предоставляет под него тестовые кредитки, но платеж прошел, а значит систему мы установили и подключили. И даже рублем не пришлось жертвовать. Теперь можно зайти в настройки и выбрать дополнительные формы оплаты. Не знаю, насколько хорошо загромождать лейку всем, что есть, напомню, что 90% платежей идет просто с кредиток. И на выходе мы имеем вот такой плагин со всеми только что подключенными нами способами оплаты. Единственное, вот тут можно поменять очередность способов оплаты, выстроив их по иерархии в соответствии с тем, что чаще используют люди. Будем считать, что вот так. Обновили, да, очередность поменялась. Вообще у лейки есть несколько видов отображения, по-моему, пять шаблонов. Но поддерживают и развивают разработчики только один – стар. Я бы вам не советовал выбирать что-то из старых шаблонов, но все равно про такую возможность я тоже расскажу в следующем видео. А может через одну, не знаю, как пойдет. В любом случае до завтра.